Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале «Экзегет» хотелось бы вместе с вами задуматься над одной очень опасной страстью, о духовной болезни, от которой, к сожалению, нет никаких ни лекарств, ни вакцинаций. Болезнь именно духовная, очень распространенная и очень заразительная. Вы, наверное, подумаете, о какой же болезни сейчас будет идти речь. Вспомним, как Господь в Евангелии говорит слова, которые на первый взгляд могут показаться очень категоричными. В Евангелии от Луки, в 6 главе, в 25 стихе, Спаситель говорит, «Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите, горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». Почему так категорично? Почему Господь говорит «горе вам, смеющимся ныне?» Ведь, казалось бы, что естественнее для человека, чем смех. Смеемся мы с самого раннего детства и, по сути, всю жизнь. Это, казалось бы, состояние настолько привычное и настолько естественное, что даже странно себе представить, чтобы человек мог прожить, никогда не смеявшись. И вот здесь уместно вспомнить мудрое наблюдение святителя Николая Сербского Велимировича, одного из выдающихся богословов 20-го столетия. Он в своих миссионерских письмах приводит воспоминания, как он однажды беседовал с одним пожилым арабом. И этот араб, мусульманин, говорил святителю Николаю, «Европейцы умеют смеяться, но не умеют радоваться». И тогда вот эта фраза заставила святителя Николая серьезно задумываться. Ведь действительно, европейцы смеются. Смеются надо всем. И, казалось бы, для смеха совершенно нет границ. Но является ли смех проявлением подлинной радости? Когда мы видим человека смеющегося, а радуется ли он на самом деле? И вот почему, еще раз возвращая ваше внимание, дорогие друзья, Спаситель говорит совершенно недвусмысленно, и может даже сказать категорично, «Горе вам, смеющимся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Чтобы мне не говорить сейчас от себя, дорогие друзья, хочется вашему вниманию предложить наблюдение и размышление одного из наиболее опытных современных подвижников благочестия, архимандрита Рафаила Карелина. Это ныне здравствующий подвижник веры, духовный писатель, имя которого, поверьте, не нуждается в каком-то представлении из его книги «Тайна спасения». Шутка и брань представляют собой карикатуру на человека. В каждой шутке над ругательством над человеческой личностью, унижение ее, освинячивание человека, стремление заменить человеческое лицо уродливой рожей, как в кривых зеркалах, которые показывали на балаганах. В шутке исчезает уважение к человеку как к образу и подобию Божию, а вместе с уважением пропадает и любовь. Если во время плача сердце человека смягчается, то во время шуток оно становится жестким, как камень. И согласитесь, дорогие друзья, это очень мудрое наблюдение. Во время шуток и смеха ум человека помрачается. Он не может мыслить о чем-либо высоком и святом. Он ищет везде уродства. Насмешка – это не радость о том, что человек – образ Божий, а как раз попытка одеть его в одежду, человека – образ Божий, одеть в одежду, вывернутую наизнанку. Первым шутником был хам, который насмеялся над наготой своего отца. Мы все это хорошо знаем. Кто читает Священное Писание регулярно из книги «Бытия» хам, один из сыновей Ноя посмеялся над немощью, над наготой своего отца. А еще раньше – демон, посмеявшийся над доверчестью первозданных людей. Шутка – это короткий приступ истерики, при котором человек освобождается от какой-то накопившейся в его душе энергии. Он как бы выбрасывает ее вон, в лицо другого, как плевок. Этим он будто бы снимает противоречия, накопившиеся в его душе. Этот выброс энергии, связанный с помрачением сознания, приносит видимое облегчение, но, по сути дела, это облегчение той же природы, что и сквернословие. То есть, за счет унижения другого у человека возникает иллюзия своего собственного достоинства. Хочется здесь сделать небольшую остановку, дорогие друзья. И я предполагаю, что все, кто будут слушать эту беседу, наверняка вы можете возразить. Неужели человек верующий, человек православный вообще не должен никогда смеяться, улыбаться, шутить? Неужели же люди верующие – это обязательно люди мрачные, постоянно занятые чем-то слишком серьезные, слишком строго относящиеся и к себе, и к другим? Разумеется, нет. И вот если мы вспомним примеры оптинских старцев, к ним приходили люди самых разных сословий, и вот эти короткие, очень емкие афоризмы, которые произносил преподобный Авросий Оптинский, другие оптинские старцы, которые помогали человеку, который пришел в состояние уныния, подавленности, такой духовной расслабленности, духовного бесчувствия, или человек, обремененный каким-то горем, допустим, потерям родных, близких и так далее, короткий афоризм с улыбкой на лице старца буквально окрылял человека, пришедшего со скорбью, с какой-то бедой, и вот эти, допустим, короткие афоризмы, где просто там ангелов соста, где мудрено там ни одного, который произносил преподобный Авросий. И даже одной встречи с старцем порой бывало достаточно, что человек, пришедший к келье Оптинского старца, таким подавленным, так сказать, какой-то скорбью или бедой, буквально окрылялся и уходил совершенно другим. Вспомнить преподобного Паисия Святогорца, скольким людям он помогал своей улыбкой, короткими, емкими фразами буквально встряхнуть вот это состояние уныния. То есть верующему человеку не запрещено радоваться, шутить, но опять-таки шутить в пределах разума. Почему? Потому что какой-то короткий афоризм, который поможет ближнему встряхнуть из себя состояние уныния и печали, наоборот, даже полезен. Но здесь отец Рафаил Карелин говорит несколько о другом состоянии. Говорит о шутовстве как именно таком таланте. В данном случае слово «талант» мы употребим в кавычках. Талант шутника, талант скомороха, клоуна, который везде видит безобразие, везде готов только высмеивать. Говорят, что от шуток бывает хорошее настроение. Это неправда. После продолжительных шуток и смеха человек чувствует опустошение. Разве это неправда, дорогие друзья? Вспомните каждый себя. Если вы, например, долго смотрели какую-то эмористическую программу, что у вас в душе? Отмечено, что карикатуристы и клованы в своей личной жизни отличались угрюмным и раздражительным характером, а нередко и приступами черной меланхолии, как будто шутки и смех – это темные провалы души, в которых гаснет свет ума и исчезают духовные силы. Как тут, дорогие друзья, не согласиться со словами с наблюдением отца Рафаила Карелина? Если мы вспомним, разумеется, не будем сейчас опускаться до имён и фамилий каких-то очень ярких, очень известных актёров, которые на поприще, скажем так, такого кинокомедии, каких-то эмористических программ прославили своё имя. В личной жизни, по воспоминаниям близких, членов семьи, отмечалось, что такой человек очень угрюмый, очень вспыльчивый, очень раздражительный. Казалось бы, антиномия, противоречия, но на самом деле это совершенно закономерно. Если человек, выслушав дюжину анекдотов и вдоволь посмеявшись над ними, станет на молитву, то он воочию увидит безобразие своей души. Есть даже психологический комплекс шутника, который всегда и везде ищет несоответствия и уродства. Для него вся жизнь – постоянный парадокс. Если такой человек не шутит в течение одного часа, то чувствует какой-то внутренний дискомфорт, как пьяница, лишённый алкоголя, или наркоман, оставшийся без наркотиков, словно какие-то силы распирают изнутри его в душу. Ему, вот такому человеку, в полном смысле слова становится плохо. Он начинает шутить с такой жадностью, с какой голодный и набрасывается на пищу. Человек настолько привыкает шутить, что шутит почти машинально. В его подсознании происходит постоянный поиск и обработок шуток. Он шутит даже неожиданно для самого себя. Далее он пишет. Дьявол – любитель и ценитель шуток. Это невидимый режиссёр той клоунады, которая происходит в уме человека. Самое страшное последствие греха в том, что он удаляет от души благодать Духа Святого. И далее отец Рафаил обращает внимание ещё на одну очень важную, на самом деле, характерную деталь и её воплощение мы можем на самом деле… Внимательные люди, дорогие друзья, кто внимательнее, может увидеть и в реалиях сегодняшнего дня. Во времена языческих гонений на церковь, скоморохи и клоуны представляли собой антихристианскую силу для толпы. Они имели такое же значение в своих уличных пародиях на христианство, как языческие философы для античной интеллигенции. Даже больше – лишить человека чувства благоговения – значит отнять у него Бога. Иногда языческие правители нанимали скоморохов и артистов, чтобы те пародировали и осмеивали мучения христиан во время казни. Подлость всегда старается великое превратить в смешное. Не будем сейчас в рамках нашей беседы, дорогие друзья, на портале «Экзегет» называть программы юмористические. Так или иначе, нашей зрительской аудитории кто-нибудь из вас, наверное, хоть раз в жизни видел такие программы, где переодевались в одежду священников актёры и очень искромётно высмеивали людей в священном сане. То, что высмеивали недостатки людей, то есть изображали священников корыстолюбцами, пьяницами, допустим, общающимися с женщинами, пониженной социальной ответственностью и так далее, и так далее, перечислять не будем. Само по себе это ещё полбеды. Но актёры произносили имя Божие. Они глумились, они кощунствовали во время вот этих выступлений, глумились над именем Божиим, одевали на себя священников через крест, глумились над крестом. Можно ли смеяться над именем Божиим? Если в Священном Писании сказано ясно, недвусмысленно, одна из заповедей Божий – «Не произноси имени Божия в суе». Господь говорит, имени моего не произноси в суе. Можно ли с именем Божиим относиться так, произносить его в виде такой-то шутки или кощунства? Господь говорит, горе смеющимся. Горе, потому что они изгоняют Духа Святого из своей души. Горе, потому что они насмехаются над человеком образом и подобием Божиим, а через творение над Творцом. Горе, потому что они теряют драгоценное время жизни. Горе, потому что лишают себя глубины покаяния и чистоты молитвы. Так размышляет архимандрит Рафаил Карелин. И в заключение, дорогие друзья, всем, кто слушал эту беседу, кому это интересно, кто хочет задуматься, предлагаю обратить внимание вот на что. Нередко сейчас современные люди, нередко. Каждый священник вам может привести множество подобных примеров, да и вы сами их знаете. Когда говорят, тут молитвенное правило совершать, мне скучно. Одни и те же слова. Ходить в храм, слушать одни и те же слова, которые произносит священник или поют на книгу, скучно, устаешь от этого. Это превращается в какую-то рутину. Юмористические программы, опять-таки не буду называть, чтобы даже косвенно не создавать им рекламы в рамках беседы на портале «Экзегет», есть юмористические программы, которые продолжаются и сейчас, продолжаются ежедневно, которые буквально за сутки 2 миллиона 500 тысяч просмотров. Каждые сутки. 2,5 миллиона просмотров. Юмористические программы, где одни и те же актеры, один и тот же юмор ниже пояса. Так или иначе, вот эти плотские сюжеты. Примитивные, плоские, ничего оригинального, ничего действительно островного. Одни и те же актеры и одни и те же шутки. Неужели не надъедает? Неужели не наскучивает? Неужели находится время у людей при напряженном ритме современной жизни, находится время по 2,5 миллиона в сутки просмотров юмористических программ. На этом мы находим время. А молитва у нас скучна. «Горе смеющимся ныне, говорит Господь, ибо вас плачете и возрыдаете». Давайте задумаемся над этими словами, дорогие друзья. Улыбаться, радоваться – это одно. А смеяться, когда смех без границ, когда предметом смеха является имя Божие, священные предметы, когда для смеха, для насмешки, для надругательства вообще все разрешено над всем смеяться – это болезненное состояние, это очень опасная страсть. Давайте обратим внимание на нее и постараемся с ней бороться. Будьте здравы и Богом хранимы. Подпишись и поделись этим видео.